Доброе утро! Уважаемые друзья, Максим Борисович, я искренне рад приветствовать вас, делегацию Тамбовской области на нашей земле. Вы ранее не раз бывали в Беларуси и абсолютно уверен, что вы хорошо знакомы с нашей страной. Поэтому предлагаю обсудить главное направление взаимодействия, посмотреть, где мы недорабатываем, а самое главное, что нужно сделать. Мне докладывают, что в 2022 году достигнут наивысший результат по взаимной торговле с областью с 2017 года, начиная. Порядка 180 миллионов долларов, рост примерно на 80%. Ну, а на ГАЭТе показатели небольшие, даже по тем меркам отдельно взятого региона. И нам действительно, наше сотрудничество нужно поднимать на более высокий уровень. И в этой связи я вижу наиболее перспективными направлениями, во-первых, поставки белорусской грузовой, коммунальной, дорожно-строительной техники, лифтового оборудования. Короче, все, что касается, Максим Борисович, техники, мы можем произвести и удовлетворить потребности в вашей области. Готовы поставлять также пассажирскую технику, в том числе автобусы на газомоторном топливе, троллейбусы, электробусы с требуемыми характеристиками. Знаю, что вы уже посетили и наш МАЗ, и МТЗ, и ознакомились с продукцией, притом предметно. В программе визита Белкоммунмаш, Амкадор, думаю, что вам надо побывать на этих предприятиях. Мы также можем поставлять вам тракторы, комбайны, другую технику в необходимых вам объемах. Это во-первых. Во-вторых, время заставляет нас активнее переходить от простого товарообмена к развитию производственно-кооперационного сотрудничества, концентрировать усилия на импортозамещении. Это позволит обеспечить технологическую независимость и безопасность. По моей информации, после встречи с нашим послом в России, в апреле текущего года вы предложили нам производственные площади акционерного общества «Тамбов-Спецмарш» для реализации совместных кооперационных проектов. Хотелось бы, чтобы вы уже спустя время сказали, какую технику вы хотели бы производить вместе с нами, какие сегодня имеем результаты этой работы, что надо сделать, что дальше будем делать, есть ли проблемы, которые требуют решения и на моем уровне. Третье. Мы можем оказать практическую помощь в строительстве, в том числе зерна, овощих хранилищ, поставок, оборудование для молочно-товарных ферм. Знаю, что край очень развитый в этом отношении, вы уделяете этому большое внимание. Наши предложения вам направлены. Если вы готовы, мы хотели бы, чтобы вы нам предложили встречные шаги и дали ответ, будем ли мы в этом направлении работать. Весьма полезным будет обмен опытом в области современных агротехнологий и переработки этих сельхозпродукций. По вопросам селекционной работы, племенного отдела подготовки квалифицированных кадров для агропромышленного комплекса. Четвертое. К мне докладывают, есть некоторое торможение в вопросах сотрудничества с аэростроительством. Эта тема важна для населения, поскольку напрямую влияет на качество жизни людей. Если вы нуждаетесь в профессиональной поддержке наших строителей, то вы можете на нас рассчитывать. Мы готовы также к активизации совместной работы по вашему проекту «Чистая вода» с применением современных технологий и оборудования для водоочистки, водоотведения. Ну, я обозначил лишь некоторые основные направления сотрудничества, далеко не полные перечни вопросов, которые могут быть интересны для Тамбовской области и для Беларуси. Занимаясь экономикой, нам следует не забывать и о студенческих школьных обменах, здравоохранении, науке, образовании, культуре, туризме, то, что называется гуманитарной сферой. Те самые связующие звенья, которые помогают нам лучше узнать друг друга, особенно они важны для воспитания современной молодежи. Найважнейший вопрос, что в России, что у нас. Готовы обсуждать с вами любые вопросы сотрудничества и те решения, которые мы примем сегодня. Вы, встречаясь в правительстве также, будьте уверены, мы будем свято соблюдать эти договоренности. Благодарю вас за приглашение посетить Республику Беларусь, познакомиться самим лично с работой ваших предприятий, организаций, обсудить наше сотрудничество и наметить новые планы по всем направлениям, которые вы озвучили, мы с вашими коллегами отрабатываем. Отрадно видеть, что отношение России и Республики Беларусь развивается, растет товарооборот, расширяется научное и военно-техническое взаимодействие. Так и должно быть между нашими братскими народами. Уверен, что взаимоотношения наших стран будут развиваться, взаимоотношения нашей области с республикой, наших городов с вашими городами будут развиваться. В отношении Республики Беларусь и Тамбовской области много лет уже идут и развиваются, как вы подчеркнули. В прошлом году у нас был увеличен самый рекорд товарооборота. Наше предприятие поставляет в Беларусь мясо, жировую продукцию, пищевые продукции, красители, пластмассы, изделия из них и прочие продукты. В свою очередь в Тамбовскую область ввозятся химические волокна, нетканные материалы, минеральное топливо и другая продукция. На протяжении пяти лет между Республикой Беларусь и Тамбовской областью действует соглашение о торгово-экономическом и научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. В текущем году мы подписали план мероприятий на 2023-2024 года и, конечно, очень радует, что у нас есть договора о побратимых отношениях между городом Гродно и столицей нашего региона, городом Тамбовом. Продолжение следует...